Если вы хотите быстро и без проблем подобрать запчасти на ваш автомобиль, добро пожаловать в обновленное приложение интернет-магазина запчастей yulsan.ru Здесь вы можете подобрать запчасти как по ВИНу, так и по модели, используя удобные встроенные каталоги как оригинальных, так и неоригинальных запчастей. А для удобства предусмотрена возможность подбора деталей менеджером, который найдет для вас наиболее приемлемые по цене варианты. Приложение доступно как для Android, так и для iOS yulsan, потому что без посредников. Ребят, сегодня у нас сравнительный тест. Lada X-Ray, Renault Sander Stepway. Две замечательных машины, в основе которых одна и та же платформа. Сегодня мы будем тестить на бездорожье, как ни странно. То есть достаточно нетипичное для нас будет видео. Поедем на бездорожье. Обычно же мы по хорошим дорогам ездим, да, ребят? Сегодня у нас и Виталий, и Пал Палыч, и Сан Саныч. Итак, у нас в руках сейчас два прайс-листа. На капоте, не в руках. Значит, и сегодня у нас вот что. Renault Sander Stepway за 792 990 рублей. Вот такая комплектация с автоматом, четырехступенчатый автомат. Ну, как он себя ведет, чуть попозже. Кстати, интересно будет сегодня, вот мы сравним машины на бездорожье. Почти одинаковые машины, но разный тип трансмиссий. Да, у нас Sander на автомате, а там механика. Зацеп будет приблизительно одинаковый, потому что у нас здесь зимняя шипованная резина. И в X-Ray тоже зимняя шипованная резина. Поэтому, ну, прям, я думаю, интересно сейчас будет сравнить. Вот, значит, по ценам на X-Ray. Сейчас такая версия, точнее машина с таким двигателем, имеет только одну комплектацию. Называется она юбилейная, стоит 800 тысяч рублей, ребят. Но с движком мощностью 106 лошадей, в общем-то, максималку можно взять вот за 712 тысяч рублей. Ну, а с роботом 1.8 и все такое. Двигатель 122 силы, вот этот новый ВАЗовский. Тут, в общем, цены заканчиваются 779 тысяч рублей. Владыч, все скучно будет зрителям. Давай сразу приступим к делу. Открываем капот и показываем движки. Здесь реношный двигатель, 102 силы. В общем, все красиво, все хорошо. И на самом деле, знаете, вот смотрите, такая деталюшка, которая, в общем-то, обо всем вам сейчас скажет. Открываем, куда вот заливается у нас жидкость стеклоомывающая. Здесь написано Рено. Закрываем. Подходим к X-Ray. Что написано? Рено. Вот, все остальное можно не смотреть. Все остальное там практически идентично. Витальян сейчас пожаловался на то, что система стабилизации на самом деле поддушивает и не дает машине забираться. Вот, смотрите. И в самое ближайшее время, когда, хотя, видите, допускает пробуксовку. В самое ближайшее время, когда на машинах, на этих, на X-Ray появится клавиша отключения ESP, я думаю, будет всем легче. Всем будет легче, проще. Кстати, к вопросу, зачем вы тащите легковушки на бездорожье? Отвечу. Другого пути выйти нет. Да, потому что мы их испытываем вот таким образом. И это, скажем так, ситуация, в которую может попасть на самом деле каждый водитель. Любого из этих автомобилей. Рено и автомат. Оп. Чуть дальше заехал. Ну и ожидаемо встал, естественно. То есть, почему встал? Смотрите. Вот это колесо у нас буксует. Ну и все. Поскольку имитации там межколесной блокировки у нас здесь нет, электронной, соответственно, крутящий момент у нас по принципу свободного дифференциала. Вот идет только на одно колесо и машина буксует. Еще одна попытка. Чуть больше скорость. И Рено. И Рено заезжает, ребята. Так, так, так. Другая траектория. Оп. Ах ты хитрый Виталян. Раз, раз. Это называется низли Виталяна. Или он заедет все-таки, да? Чуть-чуть, Виталь, назад. Хорош. Ну, давай, 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 выезжай. Здорово. Давай. Она реально, думаешь, если бы ее не было, то она заехала более легко. А это мы сейчас... Ждешь газ полу, оно тебе... Подожди, Паш, а ты говоришь, у тебя тоже моргала система стабилизации. Разрушила, но не знаю, как ты ходом успевал. Ну, на автомате попроще было. Обороты не падали, а падали. Но все равно он успевал, он прям препятствует, где он дашь, но он по инерции проскакивает и дальше. Вока. Ну, не знаю, Павел, может лучше работать система противобуксовочная, может, может савтазить в связи с тем, что автомат будет более плавно. Сейчас мы поедем в грязь, и там все это будет виднее. Кто полезет сегодня в багажник? Дядя Виталий или дядя Паша? На спичку надо. Та-дам! Нет, стоп, мы... Нет, я сюда полезу. Подожди, мы упустили одну важную деталь. Здесь есть вот такая электрическая кнопочка. Вот, нажимаем ее, камера, да. А здесь как на шестерке, на Жигулях. А здесь как на шестерке, на Жигулях, да. Хоп! Сам по себе багажник, что здесь, что здесь, и приблизительно плюс-минус одинаковый. Единственное, что здесь он пол ниже, а вот это вот такой, такой вот здесь уступ, скажем так. А здесь пол... О, Пал Палыч не влезает. Первый багажник на моей памяти, куда Пал Палыч не влезает. А влезает, что ли? Да ладно. Смотри, ну как-то... Блин, да тесно тесно тесно. Как-то угнездился. Сможет ли Пал Палыч забраться в Сандера Степ Вей? Ваши ставки. Делаем ваши ставки, господа. Так, с этим багажником мы разобрались. Ну-ка. А мне кажется, вообще легко. Ну, видишь, Сандера почти новый, весь в наклеечках, весь там... Давай я подержу. Виталя, ну отдай. Честкая ступенечка. А мне кажется, ты здесь как-то лучше себя чувствуешь. Это уже просто опыт после того багажника. А, ну вот видишь. Не, по высоте может быть как-то поудобнее здесь. Почему-то. В общем, сюда влезает... Если мерить в попугаях, то 38. Если в Пал Палыч, то один там и один здесь. Значит, ребят, пока вот сейчас ехали, едем к месту съемок по таким вот полям. Там грязь, вот все это налипает вот так на колеса и так далее, и так далее. Расскажи, Паша, свои ощущения от работы системы стабилизации. Паша сейчас ехал на Сандер, но, в общем-то, все то же самое, что и в X-Ray. Тапка в пол, сама выруливает сама, то есть руль бросает штаб-то в пол. Врет тачка, ну притормаживает и немного, ну в принципе. То есть, рассказываю свои ощущения. Не надо вот так вот влево-вправо рулить просто. Едешь, у тебя задняя часть сползает куда-то в колею, вот да, у X-Ray сейчас. Тут же система стабилизации чик-чик-чик-чик и пытается тебя выровнять. Но, конечно, это тяжело достаточно. Ребят, в общем, смотрите, показываем. Вот блок предохранителей. Вот этот, вот этот, красненький, 50-амперный. У нас отвечает как раз за систему стабилизации. Вот сейчас чем-нибудь его подковырнем и вынем. Потому что, ребят, нам сегодня нужно посмотреть еще на то, как будет работать X-Ray. Сандера, я не знаю, может быть, тоже, кстати, сейчас вынем. Как будут работать эти автомобили, если эту систему стабилизации выключить? Будет ли преимущество? Потому что, на самом деле, круто, да, она, конечно, сейчас стабилизировала, когда мы сейчас ехали. Но был минус, когда ты проваливаешься в какую-нибудь лужу и пытаешься добавить газу и выбраться из этой лужи. Как можно в лужу провалить? Так, не перебивай. Сама выруливает, чтобы в лужу не провалить. Да как не провалишься? Ну, вот сейчас было. Ты сам говорил, что это самое... Паша просто забыл, что только что он остановился и сказал, что, блин, чуть не застрял в обычной луже. Мы, кстати, на X-Ray там вроде нормально проехали, но мне кажется, из-за того, что механика, можно проще дозировать усилия. Когда нужна тяга и ты хочешь нажать на газ, а система притормаживает колеса и не дает тебе ускориться, не дает тебе тяги в нужный момент, то получается полная вообще ерунда. Что, вынули? Все. Вот и да. Ну а что, надо... Упышающий элемент проходимости. Нет, система стабилизации штука, ребят, хорошая. И мы подробно разберем вообще, что это такое. Я думаю, когда будет на дорогах скользко, когда будет снег, лед, да, мы выйдем на автодром и обязательно расскажем на примере какой-нибудь машины с системой стабилизации. Может быть, даже мой фокус, потому что там не нужно ничего вынимать, там есть кнопка отключения. Ну что, едем дальше? А, подожди, в Сандеро тоже давай отключим. Да пока нормально, мне с ней интереснее дать. Ладно, окей, Паш, ты едешь с системой стабилизации. Тогда, да, пусть Паша едет с системой стабилизации, X-Ray без системы стабилизации. Все, мчимся. Сидения складываются и там, и там. На самом деле, посадка приблизительно плюс-минус одинаковая и там, и там, и для водителя, и для пассажиров. То есть там никаких таких, каких-то прям нюансов особо нет. Вот ты сейчас сам за собой хочешь, да? Да. Ну давай, 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 давай. А все ждут, на самом деле, да когда же грязь начнется. Все, хорошо. Все хорошо? Да. Так. Место есть, высоко. Давай, сам за собой в X-Ray. Ну-ка. Тоже ничего. Ну, конечно, они же одинаковые. Ну, почти, да, почти один в один. По посадке за рулем сразу могу сказать, что, в общем-то, сидения практически одинаковые. Руль мне понравился больше в X-Ray и Пал Палыч тоже, потому что он не такой жирный в местах хвата. Да, именно по хвату. Рычаг КПП Реношный. Блок климата от Весты. Блок мультимедиа Реношный. Приборы свои, но вот это тоже от Рено. Очень скромненькие. Подрулевый переключатель Реношный. Ну, в общем, здесь, ребят, такая прям Рено, 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 Рено. Ну, со значком Лада. И немножко дешевле. Так, прям точно такой же. Найди 10 отличных. 10 отличных тональностей не нашли. Здесь салон по... Здесь салон. Вот он. Толстенный руль. Да, немножко симпатичнее в том плане, что там хромированные ободочки, всякие там какие-то декоративные вставочки, надписи Stepway. Плюс блок климата как-то вписан все-таки более органично. Бардачки. Ну, давай посмотрим. А4. А4 вмещается. Ну-ка. А здесь? Ну, да, нет, не скажу я. А вот, смотрите, А4 у нас как-то так замят, замят. А там по ширине, по-моему, он поширше, да? Или такой же. А, нет, да такой же. То же самое. То же самое. Про управляемость, плавность хода и все остальное я могу сразу сказать. Ребят, это очень все субъективно. Приезжайте на тест-драйв. 3А Моторс, СКС Лада. Всем спасибо, кстати, за предоставленные автомобили. Вот у нас будет сейчас скользкий подъем. Сначала скользкий спуск, потом скользкий подъем. И здесь мы как раз оценим, покажем точнее, как система стабилизации работает, как она будет душить или не душить Sandero Stepway. И как X-Ray попробует заехать без системы стабилизации. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы пробуем вставить обратно предохранитель. Сейчас мы сделаем вот что. Я сейчас спущусь на каждой из машин и попробую заехать. Давай, Сань, полотну вперед, давай. Чуть-чуть остается. Давай, Саныч, давай. Есть, пошла. У меня. А, давай. В машине. Я попробовал, получается, сейчас сначала с Sandero Stepway. Заехал только при помощи двух помощников. Потом с включенной ESP я на X-Ray не заехал. То есть я доезжал до точно того же места, что и Sandero. И после этого мы отключили систему стабилизации. И я вот, собственно, с того же места, что и ребята. То есть я заехал. Вот такая грязь, которая налипает на колеса. X-Ray, Sandero. Ну, естественно, налипает она одинаково. Это же грязь. И своими наблюдениями хочет поделиться Пал Палыч. Что, не хочешь? Ну, ладно, я поделюсь. Грязь и грязь. Грязь и грязь. В общем, суть в чем? В этой самой грязи система стабилизации этих двух автомобилей, они показывают себя не с самой хорошей стороны, потому что они начинают тормозить, они начинают мешать колесам буксовать. И скорость, то есть ты... Очень сильная скорость падает. Да, очень сильно. Машина едет, но очень медленно. Заезжаем в грязь, и вроде бы машина сначала едет, 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 потом она начинает медленнее ехать, медленно, медленно, медленно. И вот сейчас мы остановились, я даже не знаю, мы тронемся вообще или нет. Конечно, в крайнем случае мы опять вынем предохранитель, опять оставим себя без системы стабилизации, и с ней, конечно, мы здесь, я думаю, везде проедем без проблем. В смысле, без нее, без системы стабилизации. Но мы будем ехать, пока мы не встанем. Павел Палыч практически даже руль не держит, газ в пол у нас. Ну, не в пол, но смысла нет, и удавить в пол. Но мы едем вот так. Машина, в общем, все время, все время немножко притормаживает. Но могу сказать, что Рено сзади едет точно так же. Я сейчас сидел за рулем Сандера, и то же самое. То есть газ в пол, и я не могу ни на метр приблизиться к X-Ray. То есть все, все то же самое. Сейчас я оторвался от него, глядь. А ты оторвался от Сандера? Ну-ка. Сейчас, 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 где она начала? Оживать, оживать. Ого! Движок проснулся, вторую. Пошла, пошла. Все, Пал Палыч разогнался. Вошел во вкус, машина тоже раскаталась, и все, и мы помчали. Она поняла, что от нее требовали. Сейчас посмотрим, цепанет, не цепанет. Не должна. Значит, ребята, вот смотрите, у нас наша горка. 22 градуса, по-моему, да, Паш? 22 градуса здесь? Да. И смотрим. То есть суть в чем? Суть в чем? Есть определенные цифры, которые нам говорят, что угол въезда такой-то, угол съезда такой-то, угол рампы такой-то, дорожный просвет такой-то. В общем, это всего лишь цифры. Давайте смотреть, что по факту. А, ну и заодно, соответственно, посмотрим сейчас. Стоп, 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 стоп. Что-то как-то... Правда, близко. Очень близко, вообще, факт. Очень близко. Ну, давай, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляй. По чуть-чуть, еще, 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 еще. Стоп, 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 стоп. Нет, 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 нет. Спускайся. Да. Зато нормально проходит, зато все хорошо. Бампер цепанет. Бампер цепанет. Он уже цепляет. Все, 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 съезжай. Мне интересно вот эти вот клыки, которые здесь есть в переднем бампере, да? Да, может, кстати, и видно. Давай, 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 давай. Какие? У меня проходит. Проходит? Да. А x-ray проходит. Вот это да. Не, все, не надо. Тут как бы и так все понятно. Здесь сегодня, ребят, скользко, мы даже пробовать не будем. Давай задом. Вот смотрите, у него, получается, он идет вот так вверх. Вот если вот видно сейчас на камеру. Да. Он идет вверх. А теперь смотрите, а у Сандера, у Сандера, у Сандера, ну я не знаю, он идет вроде нормально, но вот эта самая накладка, серебрянка, которая покрыта, она как раз вот выпирает, и, собственно, ей машина упирается. Ну давайте посмотрим, как x-ray. Давай. Давай, давай, давай. Так. Так. Ну, здесь пока все нормально. Заезжай, заезжай, заезжай. Да, тоже не цепляет. Тоже не цепляет. Все, отлично. Поехали в песок, называется. Вот, смотрите, впереди. Вот, вот он наш песок, блин. Правое колесо не круто. Все, колеса просто забиваются грязью, и просто мы никуда не едем вообще. X-ray. Ну, пока мы едем, я не знаю, кстати, что у нас там с задними колесами, давайте глянем. Вроде едем. Китайская резина не прилипает грязью. Да, к китайской резине как-то лучше все отлетает. Вот это жесть. Нет, здесь на самом деле, ребят, вот прям идешь, она вот налипает. Здесь такая хорошая. Грязь вообще бьет. Оооо, она арки. Не, не. Она вон стопорится колесо, и все. И все. Ну и что, буксуй, не буксуй, она вообще на месте стоит. Ну да, ребят, если вы планируете ездить все-таки по таким дорогам, то, наверное... Это сухая дорога. Сухая? Ну, чуть дождик сверху. Это сухая, да? Вообще ничего нет. Ты вон в кроссовках ходишь. Ботиночка. Это грязь, грязь это когда, во. Ну, у Паши, у Паши просто свои представления о грязи. А это скользкая дорога. Ну, хорошо, скользкая дорога. Что он пытается сделать, я не пойму. Виталяна, а что ты делаешь? Ты ждал? Мы поедем дальше, что ли? Не, я тоже думаю, что дальше не надо. Да нет, да хватит, не поедем мы. Ради этого мы сюда и ехали сегодня. Да, ради этого мы сегодня сюда и ехали. Чтобы... Чтобы застрять. Поедет или не поедет, вот в чем вопрос. Я, честно говоря, оптимизм вообще не разделяю вот этот. Не, конечно... Но колеса-то задние все равно не крутятся. Может, хоть здесь ты меня не достанешь. Чем вам не танк? О, X-Ray поехал. Даже мы не отключали там стабилизацию, кстати. Нормально поехал. А может, все-таки надо было нам поехать-то через поля, а, ребят? Так, ребят, ну вот, это песчаная горка. Мы не стали отключать систему стабилизации на X-Ray, а отключили ее на Реношке. Потому что сегодня у нас все время как-то было в обратном порядке, да? Но, видимо, нужно отключать. Нужно отключать. В песке прям сразу душится. В песке сразу душится. Нет, она вроде как вот копает, копает, а потом как-то раз и в один прекрасный момент раз и обрубает прям все. Все то же самое абсолютно творится и на Рено. Отключаем стабилизацию на X-Ray и пробуем его. Ребят, все на сегодня. Мы сравнили эти два автомобиля. Естественно, как и ожидалось, они практически идентичны. Разница в нюансах, да? То есть у X-Ray чуть лучше геометрическая проходимость. Сандера нам показалось, что чуть лучше настроена система стабилизации. Хотя, знаете, вот я и на той машине, и на той машине она активно тормозит колеса, когда они пробуксовывают и в песке, и в грязи, и так далее. Сегодня мы прям много чего попробовали. Тут уже выбирать, что больше нравится, я не знаю, внешне, наверное, и по салону. Кому что. Паша, тебе что больше понравилось? Да одинаковые практически. Ну, в геометрической проходимости у X-Ray получше. А стабвей мне понравился в салоне, более аккуратная сборочка. Ну и... На счет этих разных декоративных украшательств, типа хрома, вокруг дефлектора. Стоит это доплаты в 70 тысяч? Плюс-минус. В зависимости от комплектации. Стоит ли доплата решать вам? Да. Виталий? Если бы Рено с ТВ на механике, я бы взял бы Рено с ТВ на механике. А так как я не любитель автоматов, то из этих автомобилей я бы взял бы, конечно, Ладу Весту. Ой, Ладу Х-Ray. Ладу Весту. Ну ты бы взял, в общем, Ладу Весту, мы тебя поняли. В общем, ребят, спасибо, что смотрели. Спасибо SKS Лада за X-Ray. Спасибо 3A Motors за Sander Stepway. Надеемся, что в ближайшем времени мы что-нибудь еще сравним. Кстати, кто хочет сравнительный тест-драйв Рено Логан и Лада Веста, лайкайте. Ребят, лайкайте. Будет много лайков, мы прям придем в эти салоны и скажем, ребята, видос зашел, люди рады и счастливы. Так что ставьте лайк. Обязательно пишите в комментах, что еще хотите для сравнения. Вообще пишите в комментах, чтобы вы взяли себе. И почему? Да, статус знаешь, какой есть? Да, какой? Когда включаешь умыватель на Сандера, да? Дворники звонят и все летит прям вот сюда. Да. Потом ветром размазывают. А здесь, здесь с той стороны ничего, все нормально. Здесь уже дефлектор еще стоял. Да, кстати. Здесь получше. Ну ладно, это все нюансы. В общем, ребят, всем пока, да? Да. До новых встреч. Всем удачи. Всем хорошего настроения. Перебываем резину на зимнюю. Не забываем, так как скоро зима. А у кого-то уже снега по колено. У кого-то, да. Да. Вот. Удачи на дорогах. Всем пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok